Ни в коем случае не открываем ИП, если вас об этом просят кредитные брокеры. Нет, ну, нет, подождите. Это уголовная статья. Ну, вы действительно настолько нуждаетесь, что готовы пойти на все, что угодно. А как это? Вы не бесплатно работаете? Я говорю, ну, вы хлеб тоже не бесплатно берете в магазине. Ну, не сказать, что я его прям за руку у окна поймал, да, но эта ситуация была тогда, когда окно было распахнуто, и человек уже отгородился просто от всех и готов был выходить. В ситуации, когда отдавать долги больше нечем, многие люди идут брать еще кредиты. И для этого ищут помощи в интернете, попадая при этом на кредитных брокеров. Сегодня в нашей студии человек, который профессионально занимается кредитным брокериджем. Кредитный эксперт Александр Тарасов. А вы слушаете третий выпуск подкаста «С другой стороны». И я, Наталья Катряева, кредитный юрист, уже более девяти лет решая проблемы с долгами обычных граждан. Александр, кредитный брокер – профессия необычная. Чем занимаются специалисты? Кредитный брокер – это, скорее, не профессия, да, призвание, если хотите. Я для себя вывел вот такую историю. Кто такой кредитный брокер? Это эксперт кредитного рынка. А вот чем занимается кредитный брокер? Он, по сути, посредник между заемщиком и кредитором. Но невозможно быть посредником, не разбираясь в ситуации. Поэтому мы в ситуации владеем и со стороны кредитора, и со стороны заемщика. Опять же, мы говорим о добросовестных брокерах, которые действительно свою работу делают. Я вам больше скажу, мы в такую пользу приносим государству, неочевидную, просто об этом никто не думает. В 100% случаев при залоговом кредитовании у человека с приключениями существуют какие-либо взыскания по службе судебных приставов по ФССП. И в 100% случаев банки перед подписанием такого договора просят полностью их закрыть. Я смотрел статистику за 2023 год, только наша компания почти на 90 миллионов рублей закрыла взыскания по ФССП за 2023 год. Поэтому брокеридж легален, если он ведется честно. Александр, расскажите, пожалуйста, зачем вообще человеку обращаться к кредитному брокеру, если он и сам может раскидать кредитные заявки, в том числе и онлайн? Сейчас это очень доступно. Вообще на этот вопрос отвечать надо долго, по сути, потому что существует такое понятие, как кредитная история. И в вашей кредитной истории отображается каждое обращение. И если вы онлайн раскидаете заявку в условно 12-14 банков, то вы в своей кредитной истории, ну и как минимум, бьете ее. Потому что у вас будет 12-14 обращений, предположим, 10 отказов и 2 одобрения, и все это уронит ваш кредитный рейтинг. А в лице андрайтера банка, человека, оценивающего риски, вы человек, который не лоялен к банку. То есть вы не делали осознанный выбор банка, не выбирали кредитную программу, а просто пульнули туда, где дадут. И это говорит о вашей, ну, не говорит о вашей неблагонадежности, но это как минимум начинает настораживать. Подходим осознанно к выбору банка, его программы и оформлению заявок. Правильно я понимаю, что если кредитный брокер предлагает оформить просто потребительский кредит, то это нечистоплотный брокер? Ну, он не то, чтобы нечистоплотный. Он с вас возьмет комиссию за свои механические действия. И все. То есть он сделает то же самое, что вы. Вы ему заплатите за свой лень. Потребительское кредитование, то есть кредитование беззалоговое, да, вот те самые кредиты, к которым мы привыкли. Кредиты, кредитные карты и так далее. Они все подчинены скоринговой системе. То есть это электронная система, которая, иной раз даже сотрудники банка не знают по каким критериям, больше ста обычных. Соответственно, проводит предварительный анализ, то есть это робот, по сути, делает. И решает, выдать вам кредит или нет. То есть участие брокера, как эксперта, как посредника, здесь не имеет ни малейшего смысла. То есть все, что вам надо сделать, взяв осознанный кредит, это изучить предложение банка, понять, подходите ли вы под требование и подать туда заявку. Главное не массово, как мы разобрались. Да, главное не массово. То есть к этому не мать. И услуги брокера вам для этого не нужны. Ну, ни для чего. Брокеры, которые вам рассказывают, что, ой, да мы вам сейчас решим, мы сейчас выдадим вам до потолка и до космоса, по факту сделают просто онлайн заявку. И все. Все, что, и вот эти все сказки о том, как они решают, и это с андерайтером, вы себе представьте просто на секундочку, что в условном Сбербанке существует система безопасности, и когда андерайтер находится на своем рабочем месте перед компьютером, если у него в течение 30 секунд мышь по монитору не двигается, включается автоматически камера и начинается наблюдение службы безопасности, чем занят андерайтер. Вы можете с этим человеком договориться? Перестаньте. Какие у вас партнерские отношения и с какими кредиторами? Ну, основная масса кредиторов это банки. Помимо банков кредиторами являются микрофинансовые компании, микрокредитные компании, это фонды различные. Мы не можем от их лица не принимать решения ничего. Все, что мы можем делать, это с ними взаимодействовать и свои заявки отстаивать, назовем так. Либо про них что-то доносить. Вот это, собственно, и есть единственное, что нужно в общем брокеру. Ну и некоторые банки платят комиссионные вознаграждения за привлечение на определенные программы, например, на ипотеку. У нас договоренности-то очень простые. Нас знают, бог знает сколько лет, мы с кем-то 10 лет работаем, с кем-то 5-7 лет. Когда к андерайтеру или к кредитному специалисту попадает заявка, он же не видел человека и ситуации внутри не знает. Он видит, значит, ага, кредитная история, дрова, ну, залог более-менее. Будет ли платить или не будет. И вот тут у нас есть предмет диалога. Но это не может быть такой какой-то договоренностью. Это каждый раз предмет диалога. Но опять же, мошенники-брокеры, они могут обещать, что у них какие-то прям суперсвязи в банке, что 100% будет кредит. Заплатите нам деньги. Наперед вот так делать. Наперед нельзя. Сначала решение, сначала конкретный результат, потом комиссия. Да, причем любое решение можно проверить. Если вам принесли решение определенного банка, это значит, что эта заявка официально существует. И вы можете просто при брокере набрать телефон банка из общего доступа и сказать, я такой-то, такой-то. Подскажите, пожалуйста, существует ли решение на мое имя. И вам любой оператор, вбивая ваши данные, скажет, да, по вашему решению принято. Я видел нарисованные решения. Ну, я их не одно видел. Но вот из последнего, что запомнилось, решение от Тинькофф банка, представляете себе, в котором было написано черным по белому, реквизиты какой-то уошки, куда надо было предварительно перечислить 180 тысяч рублей. И при соблюдении этих условий якобы открывалась кредитная линия на 3,5 миллиона. Я говорю, ребята, в Тинькове вы чего? Ну, включите голову просто, даже просто логично подумать, как может банк вас просить, требовать, точнее, от вас перевести какие-то средства на расчетный счет непонятно кого для того, чтобы вам открыли кредитную линию. Ну, это даже звучит странно. По каким внешним признакам можно определить брокера-мошенника и брокера-недобросовестного? Надо, во-первых, внимательно слушать, что вам конкретно говорят. И анализировать то, что вы слышите. Потому что очень часто мошенники начинают либо придумывать какие-то сказки, либо она у них такая одна заготовленная, и она обычно не очень реалистична. Но, как правило, она сводится к одному. Я понесу в банк денег, и там все порешаю. У меня сидит там брат, друг, сват, Коль, который нажмет кнопку, и вам дадут кредит. Надо понимать, что банк – это структура. Любой абсолютно банк. И там нет одного человека, который нажимает кнопку для принятия решения. Невозможно принести условному кредитному менеджеру денег, и все решится. Нет, не решится. И, соответственно, мошенники просят деньги вперед. Они могут не на первой встрече это сделать. То есть, обычно это выглядит так. Вам рассказывают какую-то историю, ситуацию. Потом звонят. Срочно, все, я сейчас все порешал. Я вот прямо здесь стою с человеком. Давай я ему трубочку дам. Все, вот сейчас сюда кидай на карту. Все порешаем. Сейчас едешь в офис. Бывает, человека вызывают к офису. Он стоит перед отделением. Говорит, сейчас я уточню, к кому надо идти. Так, скидываешь сюда 50 тысяч, заходишь, говоришь, я там от Васи и делаешь. Вариантов множество, но всегда это будет неожиданно. То есть, вы, будучи уверены, что все, вы за деньгами приехали, деньги переведете. Делаем вывод наперед. Брокеру не платим. Не платим. Ну, просто представьте себе ситуацию. Я озвучиваю клиенту комиссию 300, 500, 600 тысяч рублей. И вдруг говорим, заплати мне 25 тысяч рублей за кредитный анализ. Ну, ребят, вас не коробит это. Ну, я сейчас только что буду полмиллиона зарабатывать, я буду 25 тысяч вперед просить. Да давайте я сделаю и заберу все. Или там, мне нужно в СБ занести деньги. Вот это вообще классическая история. Это они могут клиенту на уши. Да, да, да. То есть, брокер звонит, там, все, я все порешал, сейчас надо только в СБ занести. Там, 100, 150, 200, скинь мне на карту. И клиенты верят, скидывают. И 200 тысяч, это еще. А потом, ой, извините, вам отказали. Да я вам просто потом симку выкидываю, и все, достаточно. Он свое дело сделал. Это про мошенников мы говорим. А недобросовестные? Недобросовестные будут очень долго вам морочить голову, придумать кучу нелепых договорок, регулярно пропадать со связи, потом возвращаться, потом тоже могут какие-то моменты деньги попросить. И они в основном именно консульционные услуги. Да, да, да. То есть, они вот, да. Я на вас потратил время. По договору вы мне должны, если что, потому что это консульционные услуги, да, есть договор, вроде все официально, вроде каких-то черных, серых схем нет, но я с вами поговорил, я что-то там сделал, что-то отправил, вы мне должны денег. Ну да. Расскажите про классические схемы развода брокеров. Зачем они предлагают физическим лицам, к примеру, открыть ИП без какого-либо бизнеса? Нет, моя любимая схема, я про нее рассказываю каждый раз. Значит, банки, почти все, кто занимается, например, РКО расчетно-кассовым обслуживанием, создают некую партнерскую программу для привлечения себе клиентов. За привлеченного клиента выплачивают вознаграждение, ну, там, от тысячи до полутора. Если клиент начинает совершать операции внутри РКО, то прилетает дополнительный бонус. Что такое ИП? У нас почему-то принято считать, что индивидуальный предприниматель, то есть ИП, это юрлицо. Да нет, ребят, перестаньте. Индивидуальный предприниматель, это человек, который ведет бизнес самостоятельно, ну, то есть индивидуально предпринимает, там зашито все. И это просто способ подтверждения дохода, никак иначе и ничего более. Это не дает каких-то дополнительных статусов, обязательств сколько угодно платить. Обязательства дополнительные пред государством, я согласна. Еще нужно потом это ИП закрыть, еще долги могут быть. Да, совершенно верно. Значит, люди, которые ищут потребительский кредит, которые просто закредитованы, они по уши в долгах, но продолжают набирать кредиты, к сожалению, это основная масса, верят во все, что угодно. Им рассказывают, вы откройте ИП, и мы вам по спецпрограмме, ну, там уже дальше у всех, у кого на что фантазии хватает, сделаем кредит, там, 3, 5, 10 миллионов, у кого на сколько хватает совести. Но для начала вам нужно будет этим ИП открыть, и вот списочек сразу банков, куда надо сходить и открыть расчетные счета. Для чего угодно, там, якобы для движения средств, для показания привода, для чего угодно, там тоже, опять же, сказок вариантов много. И единственное, для чего это делается, для того, чтобы получить вот эти самые тысячу-полторы рублей за открытый расчетный счет. Чем больше банков посетит клиент, тем больше заработает недобросовестный брокер, не приложив никаких усилий. А потом умоет руки, скажет, ну, извините, не получилось. И он вас вроде бы не обманул. Только вы стали индивидуальным предпринимателем, взяли на себя обязательства перед государством, открыли расчетные счета в банках и так далее, и так далее. Ни в коем случае не открываем ИП, если вас об этом просят кредитные брокеры. Нет, ну, нет, подождите, подождите. Существуют моменты, когда кредит под залог недвижимости можно выдать только, например, на ИП. То есть, но это тогда у вас есть решение, оно чаще не от банка, например, от, там, не только банки кредиторами бывают, да, бывают компании финансовые, например. Те же, ну, микрозаймы, несмотря на то, что они вот окончательно свою репутацию убили у нас на рынке, и существуют добросовестные компании, которые действительно дают кредиты. И могут попросить, потому что, ну, с юридической точки зрения, они могут кредитовать только вот предпринимателя, и могут попросить ИП. Но тогда они сначала предоставят решение о кредите, и после этого попросят открыть, чтобы произвести... Они сначала откроют ИП, а потом будем подавать заявку на кредит. Да, все верно. А как вообще клиент может засудить недобросовестного брокера, либо брокера-мошенника вот за подобные действия? Ну, это добавлено сложный путь. Ну, как наказать мошенника в целом? Ну, нанять грамотного юриста, составить грамотное заявление, там, собрать какую-то доказательную базу. Ну, это очень сложно. Это правда очень сложно. И расходы дополнительно хочу. Расходы, конечно, да. То есть, надо захотеть это сделать и дойти до конца в этой истории. Это очень сложно, но это возможно. Но, как правило, когда это мелкая мошенник, ну, то есть, когда это сумма, там, потери не очень большая, то никто этим и не занимается. Это, собственно, эти мошенники и пользуются. Тем более, они, наверное, и выезжают вот на этих консультационных услугах, что якобы мы вам оказали консультационные услуги, вы нам ничего не должны. Масштабно, да. То есть, по сути-то, услуги вам оказаны. Вопрос, что они вашу боль не решили, ну, это да. Это вы сами подписали. Это ваша проблема. Такой исход тоже может быть. Ну, это скорее вот не мошенничество, это не добросовестность та самая, потому что с мошенниками, то есть, там есть состав преступления, то есть, что такое мошенничество, да, это преступление. Это когда поддельные справки, поддельные выпуски, поддельные счета и так далее. И так далее, да. Ну, да, то есть, вас ввели заблуждение с помощью чего бы то ни было. 159-ю статью никто не отменял. А на каких условиях брокеры привлекают клиентов? Все зависит от фантазии брокера. У нас нет никакого прайс-листа, потому что ситуации разные. Все зависит от суммы кредита, от запущенности ситуации, иногда от нашей жадности. Но в целом это не... Ну, давайте так, по Москве от 200 до миллиона. Вот такой разброс. Можно больше, если мы там 50-70 миллионов привлечем. Пожалуйста, мы не наглеем. Это цифры, не то чтобы из головы, да, это цифры, которые чаще бывают. Ну, и фактически клиент оплачивает ваши услуги за счет полученного кредита. Да, и только так. Мы ни одной копейки вперед не берем. Вот получил деньги в руках, будь добр рассчитаться. Вот это добросовестные брокеры. Делаем вывод. Александр, если не секрет, сколько получается в месяц зарабатывать на брокерских услугах? Ух, это не секрет, просто это посчитать очень сложно. Если брокер работает сам на себя, ну, не обязательно же быть компанией, да. Это может быть и частный брокер, бывает частные брокеры действительно профессионалы. Это одна история. А другая история – это быть ответственным за людей, да. То есть у меня есть штат, у меня есть огромное количество накладных расходов. И сделки, которые у нас совершаются, они не идут ежедневно. То есть это всегда дистанция некая. И бывает так, что в один месяц закрылось 12-15 сделок, да, в другой месяц 2-3. Поэтому вот этот разброс, он, конечно, настолько велик, что и суммы разные. То есть могут быть 10 сделок по 100 тысячам, может быть, одна на 3 миллиона. То есть вот на этот вопрос вот такого вот ответа нет. Ну, давайте так, хороший, качественный брокер зарабатывает в общепринятом понимании хорошо. Это супер. Так же, как и хороший профессиональный банкрутный юрист. Да, конечно, это несомненно. Вообще профессионал, человек, который, ну, действительно эксперт в своем деле, он должен зарабатывать хорошо. Иначе это странно. Если все-таки клиенту пришел отказ и кредит не дают, сколько он должен за это заплатить? В случае обращения к нам ничего. А бывает ли случай, когда он кому-то обращается и он должен за это еще будет заплатить? Если он подписывает договор, существуют вот те самые недобросовестные, которые между мошенниками и недобросовестными. В них бывает в договоре указано, что они оказывают консультационные услуги, и независимо от результата они получают свою комиссию. И вот тут, да, бывает такое, что пришел отказ, но так как мы вам помогали, мы с вами работали, мы за вас составляли что-то, то будьте добра платить. Там обычно щадящие суммы, но все равно. Еще человек и должен. Ему кредит не дали, еще и должен остался. Да, совершенно верно. И больше того, они даже иногда в суд с этими договорами ходят, пытаются с клиента потом выбить деньги. А что делает кредитный брокер, если вдруг клиент отказывается платить? И были ли у вас такие ситуации? В моей практике я этим горжусь. Ни разу мне не было такого, чтобы клиент со мной не рассчитался. Это ровно потому, что человеческие отношения и порядочность, они не дают клиенту тебя обмануть. То есть, когда он к тебе приходит, он, возможно, бывает такое, что, возможно, держит в уме, что вот, ну, я сейчас там потом. Но в процессе взаимодействия, когда действительно твою боль решили и объяснили, за что и как вот эти деньги берутся и что решилось, мне ни разу не было такого, чтобы я бегал за клиентом. Ну, правда, я еще и договор подписываю, актовых работ с каждым клиентом, я гипотетически могу в суд пойти, ни разу не пригодился. С юридическими лицами бывает такое, но это обычно, когда мы взаимодействуем, например, на уровне бухгалтера или коммерческого директора, а генеральный директор стоит в позе, ой, да что они там сделали, не будем мы платить. Ну, это обычно решается за один приезд и переговоры обычно. Теперь поговорим про черных брокеров, которые могут предложить или сами поделать документы, например, трудовую, либо 2НДФЛ, либо справку по форме банка. Какое отношение у вас к ним? Ну, давайте так. За подделку документов существует уголовная статья. Как можно относиться к преступникам? Крайне негативно. Попадались нам огромное количество, причем самое удивительное, что люди очень осознанно на это идут. Если клиента обманывали, то это одна история. Если клиент шел осознанно, условно рисовал справки, заказывал их, и это доказано, то клиент соучастник, конечно. Это уголовная статья. Ну, вы действительно настолько нуждаетесь, что готовы пойти на все, что угодно. И брокер, который предлагает человеку откровенно криминальную схему, как минимум недоумение должен вызывать. Другой вопрос, что мы проверить часто это не можем. То есть, предоставляет нам человек документ. Мы же не эксперты. Ну, конечно, да, от руки нарисованные мы отличим. А качественно сделанное, то, что рисуют, мы не отличим. Поэтому бывает такое, что мы напарываемся на это. Но это довольно частая история. Что сами клиенты могут принести вам поддельный документ? Конечно. Носит, рисует. То есть, они где-то обращаются. Ой, а я в интернете нашла, мне справку из ПНД сейчас домой привезут. Я говорю, подождите, у нас с вами, с осмотром врача. Мы с вами договорились ехать. Да зачем я? Я заказал справку тебе в интернете. Думаю, что вы что, серьезно, что ли? Детей прописанных скрывают. Потому что, например, банк поставил условие выписать детей до сделки. Так бывает. Но это не обязательно идти. Это же не приказ. Это у вас просто условие. Вот вам дадут кредит, это решение, да, банк, при соблюдении условий. Вот бывает, что просят выписать детей. И люди в этом случае идут рисовать вот эту выписку из домой книги. То есть просто вычеркивают оттуда их и предоставляют справку. Это подделка документов. Это уголовная статья? Уголовная статья, что люди неосознанно идут. А, да ничего там, кто проверять будет, говорят они. Так делать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Ну, уголовная статья. Нельзя нарушать законы? Ну, это очевидно. Александр, расскажите, как вот вы работаете с клиентом? Первое, что мы делаем, ну, это важно, без этого вообще ничего невозможно, это анализ ситуации клиента. Анализ ситуации показывает, мы вообще дальше с этим клиентом можем двигаться куда-то, что-то для него сделать. А еще часто на этапе анализа мы понимаем, что мы не нужны клиенту, например. И что решение, ну, через залог, например, да, раз уж мы, для него нет необходимости в этом никакой. Просто залоговое кредитование – это двухэтапное. Для начала оценивается заемщик как заемщик, дальше его предмет залога, то есть это недвижимость или автотранспорт непринципиально, как предмет залога – ликвидность. Причем рыночная стоимость объекта и ликвидность объекта – это абсолютно не равно. То есть, для примера, коммерческое здание в условном небольшом городке и квартира в Москве, они могут быть равны по стоимости, но при этом ликвидность московской квартиры однозначно выше, и под нее гораздо проще, например, получить кредит, чем там под коммерческое помещение в условном, я не знаю, там Уренгое. Мы занимаемся залогом кредитования потому, что мы там можем а, объяснить портрет заемщика, вообще донести до банка ситуацию, что случилось, почему так случилось, почему человек загнал себя в ситуацию, когда для него это единственный выход, как он будет из этого выходить. То есть, у нас есть предмет диалога и… То есть, вы можете с живым человеком обсудить ситуацию. Да, совершенно верно. Мы можем дать комментарии. И вот в этом и есть, собственно, наша основная работа – знать, кому пойти и что сказать. А вы вообще объясняете людям, когда они к вам обращаются за помощью и готовы взять кредит под залог имущества, о том, что они могут лишиться этого имущества? Обязательно. Более того, мы с каждым клиентом проводим собеседование. Выясняем, во-первых, потребность клиента, для чего это делается. Потому что еще же огромное количество действий, вот этих вот, я думаю, вы с этим сталкивались, они из-за паники. То есть, человек не понимает реальность. В его понимании это либо все страшно, все пропало, или наоборот, ничего страшного не происходит, а реальность ситуации понимает единицы. И когда поступает запрос о залоге, первое, что мы начинаем делать, мы начинаем выяснять ситуацию. А точно ли нужен залог? Возможно, там что-то другое. И когда мы понимаем, например, что залог – это действительно путь… А пример можете привести, когда залог – это выход, а когда не стоит ни в коем случае брать кредиты под залог? Если у вас есть ком кредитов, и вы с ними сейчас уже не справляетесь, и берете кредит под залог только для того, чтобы платить в одно место, ну, типа, я все закрою, буду платить в одно место, но у вас при этом не уменьшается платеж, это бесполезно. Вы и с этим платежом не справлялись. И вы себе просто создаете огромное количество проблем. Здесь нужно, в общем, понимать, можешь ты платить свои обязательства или нет. Если ты платить не можешь, то лучше залог, под залог кредит не брать, потому что в случае чего имущество будет продаваться. Да, мы же знаем, как работает российская судебная система. Вот, предположим, квартира под залогом, и вам нечем платить, у вас начинаются просрочки. Ну, 4 месяца они продолжаются, ну, не можете вы ситуацию решить. Плюс-минус через 4-5 месяцев банки начинают готовить обращение в суд. Готовить обращение, еще не обращаться. Соответственно, потом они обращаются в суд, получают назначение заседания, получают решение, оно вступает в силу. Итого у вас дистанция 8-9 месяцев. И всегда, когда люди приходят на эту дистанцию, у меня всегда вопрос. А вы, у вас был год практически решить эту ситуацию, и вы не предприняли ровным счетом ничего. Почему? Вы думали, рассосется? Нет, не рассосется. Станет хуже. Зачем тянуть? Если у вас начались проблемы, их надо решать сейчас. Их купировать сейчас проще, чем потом. Это очевидно. Но у нас почему-то всегда верят в чудо. А мне ничего не будет. Это, ну, как со смертью. То, что бывает с другими. К сожалению, у меня тоже, когда клиенты обращаются за помощью в банкротстве, то часто бывают ситуации, когда дотянут просто до последнего, когда уже все, последние трусы проданы, все счета, карты арестованы, денег нет, никто взаймы не дает. И вот они думают, ну, надо обратиться за банкротством, проконсультироваться. Будет решение, спишут долги. А процедуру же банкротства нужно финансировать. А денег все. Нет, до такой ситуации довели, что... А как это вы не бесплатно работаете? Я говорю, ну, вы хлеб тоже не бесплатно берете в магазине. Ну, это тоже странно. Ну, то есть, представляете, вы человек сообразователь. То есть, вы положили часть своей жизни на образование, на опыт, и почему-то вдруг бесплатно должны помогать. Как так? Обращаемся вовремя за решением проблем. Как только проблемы у вас возникли, тут же ищем решение, консультируемся по банкротству, консультируемся с экспертами, кредитными брокерами, только с профессионалами, а не мошенниками. И деньги наперед никому из кредитных брокеров не платят. Вообще, то, что вы предлагаете услугу под залог недвижимости, кредит, часто ли он в действительности помогает закрыть кредит? Либо это все-таки бывает ситуация, когда реально человек приходит, у него слишком много обязательств, и вы ему отказываете? Я берусь за любые случаи, но, опять же, мы начинаем с анализа. То есть, для чего человек берет этот кредит? Очень часто мне говорят, я хочу платить в одно место. Вот взять и платить, это нормальная цель в целом, правда нормальная. Главное, чтобы она была достигнута. Да. Потому что часто на практике, ой, не хватило, ой, туда-сюда, ой, захотелось, ой, сломалось, ой, что-то случилось. Машина купилась. В итоге, помимо тех кредитов, которые были, еще остался и залоговый кредит, а потом, ой, что делать, помогите, я и за него не могу платить. Да, у меня был фееричный случай, обратился бизнесмен, на проспекте Мира была, у него двухкомнатная квартира, и ему нужно было, по-моему, 7 миллионов, и у него был внятный бизнес, то есть, у него был действующий бизнес, он просто хотел его расширить. Это абсолютно нормальная цель, у нас вообще очень много клиентов, которые занимаются бизнесом, именно. И это максимально быстрое и удобное привлечение денег, и оно даже дешевле, чем много... Ну, там, кредит для юридического лица, например, он очень сильно ограничен по срокам, например, год, два, три, а залоговый кредит, ну, он, по сути, ипотека, да, то есть, 15-20 лет дистанция, то есть, это относительно дешевые деньги на довольно длинный срок. То есть, для бизнеса это очень удобная форма, если у собственника есть понимание, что он эти деньги спокойно выплачивает. И он, значит, обратился, мы закрыли сделку, он получил деньги, это была пятница, он мне звонит утром в понедельник и говорит, Александр, мне надо перезаложить квартиру. Я говорю, подождите, два дня прошло. Он говорит, я проиграл в казино. Я думаю, о, прекрасно. Помогли ему? Да. Хочу попросить вас рассказать про самую сложную ситуацию в вашей практике. Сложную именно с человеческой точки зрения, не профессиональной. Ну, самое сложное, вот эта психология, да, когда клиент в отчаянии находится, и даже в какой-то момент вообще перестает верить. У нас была очень долгая сделка, человека дважды обманули. То есть, его перезакладывали, его раз заложили к частному инвестору, ну, помогли, второй раз и оба раза практически без денег оставляли. То есть, забирали комиссию 80% от той суммы, которую одобряли. Я уж не знаю, как так получилось, что два раза он на это попался. Ну, один раз, ну, два подряд. И когда он ко мне обратился, он был в состоянии такого отчаяния, на грани суицида. И у нас с ним вообще не происходило. Я просто, ну, просто с ним пытался хотя бы поговорить. Потому что, ну, вот это уже та пелена, за которую человек уже не слышит тебя, и все, он уже вот ушел. Мы его выкупали, предыдущий инвестор, снимали кучу ограничений. Нам еще его инвестор не отпускал, потому что очень хотел отжать у него квартиру. То есть, мы бились с черным инвестором. Мы победили, мы вытащили, мы спасли. Но в какой-то момент у нас постоянные были такая парабола. То хорошо-хорошо, то провисли. И человек в отчаянии кидался. И получилась однажды ситуация, мне нужно было с ним встретиться. А мне позвонила его супруга. И сказала, что вот он в окно хочет выпрыгнуть. То есть, его настолько это все замочило. А по стечению обстоятельств я находился, ну, рядом, правда, там, ну, минут 15 езды. Я рванул туда на адрес. И, ну, не сказать, что я его прям за руку у окна поймал. Но эта ситуация была тогда, когда окно было распахнуто, и человек уже отгородился просто от всех и готов был выходить. И мы с ним вот сели, поговорили в итоге. И ситуацию, его мы решили. И сейчас он меня поздравляет со всеми праздниками. То есть, мы общение, ну, мы не друзья, конечно, да, мы отношения там у нас такие, как клиенты. Еще раз к выводу, что какой риск под залог, если необдуманно отдавать свое имущество? Кредит нужно отдавать и платить. Ну, либо банкротство, и тут уже мои услуги. Один из путей. Да, один из выходов. Хотя это один, на самом деле, из выходов, если человеку нечем реально платить или сложно. Только через процедуру банкротства он может освободиться от выплаты долгов, кредитов и каких-то иных обязательств. А как вы вообще относитесь к банкротству? Не лучше ли клиенту, которому реально сложно платить или нечем кредиты, ну, это вот реальный факт, вы это проанализировали, понимаете, что он не сможет платить обязательства, обратиться за процедурой банкротства? Предложение как один из способов решения, да, регулярно, это вообще нормальная история. Это, наверное, тогда, когда реально человек, ну, не сможет платить свои обязательства. Либо тех денег, которые он получит в кредит, он не сможет погасить все свои обязательства, правильно, раз. Либо то, что он берет, даже если он гасит, он не сможет просто это платить. Ну, да, а потом часто обращаются люди, у которых, ну, например, нет предмета залога, вообще, в принципе. И для них снежная... И главное, я всегда поражался, человек, уже находясь в цейтноте, да, в ситуации, когда тебе нечем платить, и ты должен всем, ищут кредит, еще денег привлечь. Да, да, да. Зачем? Ну, зачем? Вот это, ну, странно, правда. И для таких людей, конечно, банкротство – это выход, правда, осознанно. Главное, чтобы это было осознанно, а не паника. Вот осознать себя банкротом – это чуть-чуть как психологически, ну, сдаться, типа, все, у меня не получилось там, извините. Но это иногда лучше, чем от безвыходности отдавать свое единственное жилье под залог. У меня часто... Это всегда лучше. Нет, отдавать единственное жилье под залог – это тот случай, когда вы действительно хотите платить, у вас есть планы и так далее. То есть, это когда у вас ситуация не отчаянная, а просто тяжелая. И опять же, это тоже не выход. Надо внимательно посмотреть, да, если вы готовы принять на себя, да, обязательно банкрота. Ведь банкротство – это же не только списание долгов. То есть, там же есть еще, ну, какие-то последующие, да, это целая процедура, в ней надо понимать. Если человек в нее идет осознанно, без проблем. А как банки реагируют на банкротов, когда они пытаются повторно взять кредит? После завершения процедуры банкротства законам не запрещено брать кредиты или займы после завершения процедуры. Единственное, что гражданин обязан уведомить потенциального кредитора о том, что он прошел процедуру банкротства. Сталкивались ли вы с этим? Вообще, как банки на это реагируют, что человек был банкротом? Ну, неплательщиков нигде не любят. Это очевидно. Ну, то есть, если человек раньше не исполнял свои кредитные обязательства, и не факт, что он их будет сейчас. Поэтому свежих банкротов, да, ну, там, менее трех лет. Я случаев не знаю, чтобы кредитовали. Единственное, под залог недвижимости, пожалуйста, welcome к нам, мы поможем. Даже если человек прошел процедуру? Даже если она у него, да, вчера завершилась, то сегодня можем выдать. Мне кажется, для банка, наоборот, это вот гарантии больше, что будет кредит выплачен, потому что в течение пяти лет он же не сможет повторно обанкротиться и списать с себя долги. Фактически, для банка, наоборот, это гарант того, что банкротства повторного не будет. Ну, так у банка, банк, организация, которая покупает и продает деньги. И им кроме денег вообще ничего не нужно. Им не нужна ваша недвижимость. Вот это, кстати, одно из самых распространенных заблуждений, что типа я и без брокера под залог возьму, мне все дадут. Нет, ребята, не дадут. Правда, не дадут. Потому что наличие у вас залогового имущества абсолютно не равно вашей возможности платить. И залог, это просто одна из форм обеспечений. Но это никак не гарантия вашей платежеспособности. А банку, я тебе больше скажу, для банка это огромная проблема. Это же, представьте себе, банк, финансовая организация. И вдруг у них на балансе начинают появляться квартиры, апартаменты на балансе. То есть они мало того, что зарезервировали денег. Расходы на госпошлину, на юрист. Да, слетел баланс. Их надо реализовывать. Это надо как-то содержать. Это нужны специалисты, которые будут этим заниматься. Для банка это приключение. И длиной иногда в несколько лет. Можно ли сказать, что кредитные брокеры приучают людей к беспомощности? Ведь далеко не всем, как мы разобрались, кто обращается к кредитным брокерам, нужны эти услуги. Ну, нет. Невозможно быть экспертом во всем. Вы не можете разбираться во всем. В кредитах то же самое. Человек, который не сталкивался с обратной стороной кредитования, для него это выглядит совершенно иначе. И нет понимания, как на самом деле это все работает. Поэтому к брокерам за экспертизу надо ходить. То есть, если вы вдруг действительно хотите понять, как это работает, то можно прийти к качественному брокеру и действительно проанализировать, проконсультироваться. К тому, что мы приучаем к беспомощности. Ну, вот я, например, ничего не понимаю в сантехнике. Если у меня дома потечет кран, я вызову сантехника. Но это не значит, что я беспомощен. Это значит, что я конкретно чего-то не умею. Это нормально. Все уметь невозможно. То же самое с кредитами. Это очень сложная история. Может быть, она и звучит, и выглядит просто. Но это очень глубокая история. Она тянется уже довольно много лет. Она очень сильно влияет на экономику в целом. И вот так вот разбираться с кондачка в ней, ну, нет, ребята. Это сложнее, чем кажется. Что бы вы посоветовали тем, кто получает кредит самостоятельно? Очень внимательно подойти к этому вопросу. Взвесить все за и против. Уверить себя в необходимости этого кредита. То есть, то, что без него, никак ваша ситуация не решается. И рассчитать свои силы. То есть, понимать, что так, я беру столько-то, отдавать в месяц надо будет столько-то. Насколько я стабилен? Кто меня может подстраховать, если что-то у меня произойдет? Подумать, какими страховками можно воспользоваться. И после этого осознанно в банк идти. Александр, спасибо большое вам за беседу. Сегодня мы поговорили про то, как не попасть на черных брокеров, которые могут подвести вас под уголовную статью. Как правильно брать кредиты. Когда и какому кредитному брокеру нужно обращаться за помощью. И я благодарю Александра, нашего гостя, за то, что он приехал и сдал столько полезной информации. И, конечно же, я традиционно проведу для вас, мои дорогие слушатели, розыгрыш за лучший комментарий. 2000 рублей в этот раз я отправлю тому, кто расскажет самую сложную историю о выходе из долгов, в том числе через повторное кредитование, через банкротство, через обращение к каким-то специалистам. Я знаю, что каждая ситуация и история, она особенно. Поэтому хочу услышать вашу историю. И если вы поддержите меня лайком и подпиской, я, Наталья Катраева, продолжу беседовать с людьми, которые обычно находятся по ту сторону. И также продолжу снимать сериал про банкротов. Поэтому спасибо вам. До встречи в новых выпусках. Спасибо за лайк, подписку и просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!